Один из способов избавиться от долгов – банкротство. Для многих людей такая процедура – единственный легальный шанс выбраться из финансовой ямы, списать задолженность по кредитам, услугам ЖКХ, налогам и другим обязательствам. Как объявить себя банкротом, кто может это сделать и сколько это стоит? Об этом мы и поговорим сегодня. В гостях программы «По существу» руководитель компании «Юрист для людей в Чебоксарах» Игорь Семенов. Игорь Евгеньевич, здравствуйте. Да, добрый день. Тема нашего сегодняшнего разговора – банкротство. Расскажите, пожалуйста, как проходит сама процедура, каковы условия признания банкротом? На данный момент, чтобы списать все свои долги, законом, единственным способом является именно процедура банкротства. То есть именно процедура банкротства позволяет избавиться от всех своих задолженностей и, то есть, в принципе, признается, если человек не способен выплачивать именно по своим долгам. Вот. То есть это единственный момент, я думаю, именно на законных основаниях, которые, в принципе, возможны. Каковы условия признания банкротом? Для признания человека финансово несостоятельным, здесь у человека должна быть ситуация, если его сумма задолженностей перед кредиторами превышает 50 тысяч рублей. В этом случае он имеет право воспользоваться именно таким моментом, как списание задолженной через МФЦ. Именно в бесплатном случае. Если же сумма задолженности человека составляет 500 тысяч рублей и более, то уже вступает именно судебная процедура. Вот. Также одним из основных факторов для процедуры банкротства является неплатежеспособность, то есть, человек, который не может платить три месяца и более. Именно в этот момент в основном кредиторы инициируют производство. Могут ли вообще забрать жилье в случае банкротства? Единственное жилье по закону никто не имеет права забрать. Могут забрать только дополнительное имущество. Именно в процедуре признания финансово несостоятельным человеком забирают именно в стадии реализации вторичное имущество. То есть, это как дополнительная вторая квартира, либо же дача, автомобиль. То есть, ну, в принципе, так далее. То есть, не стоит бояться, что если что, человек останется на улице. Такое же не произойдет. Нет, ни в коем случае. То есть, единственное жилое имущество по закону, оно неприкосновенно. То есть, здесь человек может не переживать, никто его из дома его не выселит, из квартиры его не выселят. То есть, он останется именно при своем жилье. А многие считают, что банкротство – это вот такое клеймо, якобы кредиты больше не дадут и за границу не выпустят и чуть ли не с работы не уволят. Вот. Насколько далеки эти предположения от реальности? Здесь, да. То есть, для многих именно наших граждан слово банкротство, они очень его боятся, как огня. Переживать здесь, конечно же, не стоит. Если вы переживаете за то, что вам в будущем не дадут, допустим, те же самые кредиты, абсолютно не так. Безусловно, кредиты вам дадут. На законодательном именно моменте запретов нет. Поэтому при обращении к кредиторам вы только будете обязаны в течение следующих пяти лет извещать их о том, что вы завершили процедуру банкротства. И, в принципе, все. Так никаких черных списков. То есть, бояться здесь нечего. А через какое время можно будет взять кредит? Сразу же после завершения данной процедуры, получения судом именно определения. В этом определении это будет сказано о том, что вы при несостоятельном и освобождены полностью от своих долгов. И все. В принципе, по нашей практике наши клиенты также, в принципе, пользуются всеми кредитными продуктами банков и получают ипотеки, автокредиты. А есть ли какие-то ограничения по сумме для банкротов? То есть, могут ли они взять кредит сразу на большую сумму? Или сначала все-таки с малого лучше начинать? А при прохождении данной процедуры гражданин выходит с нулевой кредитной историей. То есть, у банка, в принципе, при обращении гражданина за кредитными какими-либо продуктами не будет оснований для того, чтобы выдать вам сразу же ипотеку или же автокредит или полмиллиона рублей. Здесь нужно будет потихонечку нарабатывать свою кредитную историю. И, в принципе, так на будущее банки уже сами будут предлагать свои какие-либо продукты. То есть, в любом случае, бояться не стоит. Можно этим заниматься и пробовать. Да, конечно. Один из самых, наверное, раздражительных факторов банкротства – это звонки коллекторов. Расскажите, пожалуйста, как их прекратить? Что делать в этом случае? Бояться этого также не стоит. То есть, если человек начинает процедуру банкротства, то все звонки коллекторов мы берем на себя. Также предоставляем памятки и инструменты для взаимодействия именно с этими отделами взыскания. Как человеку работать, что говорить и как правильно себя вести при звонках либо же при визите. Если человек подписывает с нами договор, у нас начинается именно данная процедура, то, соответственно, уже по практике, в принципе, на следующий день прекращаются как визиты, так и звонки коллекторов, да и, в принципе, кредиторов. Насколько долгая процедура банкротства? Вообще сколько времени занимает сам процесс? В среднем по нашей юридической практике данный процесс занимает от 6 до 12 месяцев. То есть редко когда наши именно кредитные юристы занимаются одним делом более 12 месяцев. Ну, опять же, каждый случай индивидуален, у каждого своя финансовая ситуация, и поэтому здесь бывает рассматривается... Ну, примерно сроки понятны, да? Да, ориентировочно, то есть это 6-12 месяцев. Если же ситуация совершенно несложная, то есть никаких трудностей нету, то вполне реально, что за 6-8 месяцев, в принципе, она пройдет. Даже быстрее получается, да? Вообще, какие есть подводные камни, которые стоит учесть, и каковы последствия банкротства? Ну, в принципе, большинство и подавляющее, вернее, количество банкротов не говорят о том, что, в принципе, последствия эти все негативными. То есть какие последствия могут быть? То есть их всего три при данной процедуре. Первое – это при оформлении нового кредита они обязаны всем банкам уведомлять о том, что проходили процедуру банкротства в тот или иной период. Также в течение этих же пяти лет они не могут повторно списывать с себя данные долги, то есть если они вдруг опять образовались, да, при получении новых кредитов. И, собственно, третий пункт – невозможность занимать некоторые руководящие должности. Но это уже на протяжении всего лишь трех лет. И, ну, в принципе, самый главный плюс – это избавление от всех долгов полностью, то есть освобождение от своих задолженностей. И, в принципе, банки для банков именно со статусом банкрота клиенты, они, ну, достаточно любимые, потому что они понимают, что следующие пять лет просто-напросто человек не сможет пойти на данную процедуру и охотно выдают именно свои продукты. Даже так, даже наоборот, это как-то приветствуется, да, получается, в банках? Да. Расскажите, пожалуйста, сколько нужно средств, чтобы объявить себя банкротом? Вообще, сколько стоит банкротство? Каждая ситуация, она индивидуальна, у каждого свои финансовые трудности. Из основных затрат, то есть здесь входят такие, как государственная пошлина, которая составляет 300 рублей, также затраты на финансового управляющего, которая составляет 25 тысяч рублей, почтовые издержки обычно, они там минимальны, также публикация в определенные СМИ, которые ориентировочно составляют чуть более 7 тысяч рублей, и публикация в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Каждая публикация составляет 450 рублей. По итогу, за стандартную процедуру минимальные денежные средства, которые вы потратите, это чуть более 40 тысяч рублей. Но, опять же, как и ранее говорил, каждый гражданин имеет право обратиться именно в ОФЦ с заявлением и уже списать с себя все задолженности бесплатно. То есть, в принципе, по итогу, по всем затратам. А что для этого нужно сделать, чтобы бесплатно это было? Для того, чтобы узнать, подходите ли вы, допустим, под стандартную процедуру или же под бесплатное списание, вы можете подойти к нам в офис, который находится по улице «Карла Маркса-24», пройти бесплатную именно консультацию. И уже после финансового анализа мы предоставим вам несколько вариантов, под которые конкретно вы подходите. Здорово. Ну, в любом случае, поможете, да, понять? Конечно, обязательно. Как действовать, куда идти? То есть, в ходе диалога, может быть, у клиента также и другие какие-либо юридические вопросы, которыми мы, в принципе, занимаемся. Здорово. Я знаю, что у вас проходит акция «Бесплатное списание долгов родственникам мобилизованных». Расскажите, пожалуйста, подробнее о ней. Да, все верно. Сейчас в наше время все мы понимаем о сложившейся, в принципе, ситуации. И действительно, родственники именно мобилизованных очень сильно переживают как за своих родных, да, то есть каждый день, так и, в принципе, оказываются именно в финансовых каких-то, то есть трудных ситуациях. Здесь, в этом случае, наша компания «Юридзли людей» подготовила такую программу, как «Бесплатное списание долгов для родственников мобилизованных». То есть здесь также, если вы хотите понимать, подходите ли вы под эту программу или же нет, вы можете обратиться к нам в офис. Консультация, повторюсь, она также бесплатная. Ситуация у каждого индивидуальная. Все, конечно же, понимаю, привыкли сейчас этот дистанционный формат, там все вопросы решаются по телефону, но, к сожалению, здесь вопросы достаточно серьезные. Нужно действительно проводить анализ. Вот. То есть, в принципе, вот так вот. Здорово. Игорь Евгеньевич, большое вам спасибо за беседу. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с руководителем компании «Юридзли людей» в Чебоксарах Игорем Семеновым. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин